Вспомним распределительный закон для натуральных чисел А, В и С. Сумма А и В, умноженная на С, равна А умножить на С плюс В умножить на С. Например, сумма 6 и 35, умноженная на 7, равна произведению 6 и 7 плюс произведение 35 и 7. Или другой пример. 9 умножить на разность чисел 89 и 35 равно 9 умножить на 89 минус 9 умножить на 35. Но распределительный закон выполняется и для любых целых чисел А, В и С. Докажем, например, такое равенство. Сумма чисел минус 12 и минус 4, умноженная на минус 5, равна минус 12 умножить на минус 5 плюс минус 4 умножить на минус 5. Доказательства. В скобках сумма чисел минус 12 и минус 4. Для сложения отрицательных чисел надо сложить их модули и поставить перед суммой знак минус. Получим минус сумма 12 и 4, умноженная на минус 5. Произведение двух отрицательных чисел будет числом положительным. Получили сумму чисел 12 и 4, умноженную на 5. Раскроем скобки. 12 умножить на 5 плюс 4 умножить на 5. Делаем замену каждого произведения положительных чисел на произведение отрицательных чисел. Минус 12 умножить на минус 5 плюс минус 4 умножить на минус 5. Равенство доказано. Распределительный закон выполняется и для нескольких слагаемых. Например, сумма чисел минус 2, 5 и минус 9, умноженная на минус 7, равна сумме трех произведений. Минус 2 умножить на минус 7, 5 умножить на минус 7 и минус 9 умножить на минус 7. Действие по распределительному закону в обратную сторону или переход от суммы А, умноженной на С и В, умноженная на С к произведению А плюс В, в скобках умножить на С, называют вынесением общего множителя за скобки. Рассмотрим выражение. Сумма произведения 4 и 6 и произведения 6 и 46. Одинаковый множитель 6. Его и вынесем за скобки. Получим произведения 6 и суммы 4 и 46. Следующее выражение. Из произведения 88 и 91 вычтем 880. Представим 880 как 88 умножить на 10. Получим, что в разности произведений есть одинаковый множитель, 88. Вынесем его за скобки. Получим 88 умножить на разность 91 и 10. Теперь давайте вычислим значение выражения. К произведению минус 47 и минус 97 прибавим произведения 87 и минус 47. Заметим, что каждая слагаемая сумма имеет множитель минус 47. Вынесем его за скобки. Получим минус 47 умножить на сумму минус 97 и 87 равно минус 47 умножить на минус 10. В результате получим 470. Последний пример показывает, что вынесение общего множителя за скобки в некоторых случаях позволяет избежать громоздких вычислений. Субтитры создавал DimaTorzok